Будущее Азербайджана – это хорошо образованная, патриотически настроенная, воспитанная на традиционных ценностях азербайджанского народа молодежь. В основе этих ценностей лежат традиции уважительного отношения к представителям других народов и вероисповеданий, сострадания и соучастия в делах ближних и всего общества. Об этом неоднократно говорил президент Ильхам Алиев. Глава государства на этой неделе встретился с представителями молодого поколения по случаю 25-летия Дня Азербайджанской молодежи. Среди участников был и ветеран Второй Карабахской войны Денис Гузлаев. Предлагаю посмотреть фрагмент с его участием. Вы наградили меня медалью за освобождение Физули. Господин президент, отдельно хотел бы сказать вам спасибо за то, что позволили нам вернуть Карабах домой. Ведь это неотъемлемая часть, она была 30 лет под оккупацией. И также от лиц молодежи хотел бы поздравить вас с прошедшим 60-летним юбилеем. Дай Бог вам здоровья, счастья, много лет. Во-первых, тебе спасибо за службу, за верность Родине, за верность долгу. И то, что ты награжден государственной наградой, говорит о героизме, который ты проявил во время войны. И любовь к Родине как раз и вела тебя вперед. И вновь возвращаясь к теме, о которой недавно говорили, это еще раз говорит о единстве нашего общества. Когда представители всех народов, кто проживает в Азербайджане, воспринимали эту трагедию, эту несправедливость, как свою собственную боль. И шли на смерть и по долгу службу, и по зову сердца, как говорится. И жертвовали собой, становились шаидами, становились гази, демонстрируя высочайшие качества. Поэтому спасибо тебе за это, как и всем нашим славным ребятам, которые воевали за Родину. Сегодня Денис у нас в студии. Денис, здравствуй. Здравствуйте. Я хочу еще раз поздравить тебя с прошедшим днем азербайджанской молодежи. Пожелать тебе всего самого лучшего. Ты достоин самых лучших пожеланий. Ты наш герой. Сразу хочется спросить о твоих впечатлениях по итогам молодежного форума с участием президента Азербайджана. В первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что пригласили меня в студию, также за пожелания. Какие были впечатления? Какая была обстановка, атмосфера? Хочу сразу сказать, что я не считаю себя героем. Я просто выполнял долг перед Родиной. Да, это было действительно очень волнительный момент. Особенно, когда я задавал вопрос господину президенту. Это очень был прекрасный форум. Я очень рад, что я смог на нем присутствовать. Это было очень интересно. Все задавали вопросы господину президенту. И очень интересно было слушать все его ответы. Первая Карабахская война, тяжелые 90-е годы. В то время нынешние поколения молодежи были детьми. Но, как отметил президент, это история, которую нельзя забывать. Нынешние поколения, грядущие поколения непременно должны об этом знать. Только благодаря тому, что мы извлечем нужные уроки, мы сможем идти вперед. Тебе всего 23 года, если я не ошибаюсь. Ты ветеран Второй Карабахской войны. Война, как известно, меняет человека. Как Вторая Карабахская война, Отечественная война в Азербайджане изменила тебя? Да, мне всего 23 года. Но я вам скажу, что война совсем поменяла мою жизнь. Про Первую Карабахскую войну, конечно же, я слышал. И герои Первой Карабахской войны, Юрий Ковалев, Альберт Огорунов, они для меня большой пример. И так, как сказал, я очень извиняюсь, я прошу еще операции. Ты перенес несколько операций. Да, на данный момент я перенес 7 операций. Как сказал господин президент, мы не должны забывать историю. Мы должны ее помнить вечно. Денис, что бы ты мог посоветовать сегодняшней молодежи? Какие у тебя есть советы для них? Какими нужно быть? Какими качествами обладать? Вот после войны, вот война изменила тебя. Что бы ты им посоветовал? Как сказал господин президент, перед нами молодежью открывается все больше возможностей. И мы должны правильно ими воспользоваться во благо нашей страны. Также пример для нас, молодежи, господин президент. Он сказал также, что заниматься спортом, это очень полезно для здоровья. Также я пока тоже немного от этого далек. Мне нельзя делать нагрузки, но так бы все будет хорошо для молодежи. Какие чувства все-таки ты испытываешь, вот так скажем, открыто, да? Все-таки ветеран войны. Есть гордость все-таки у семьи, у друзей, самого? Конечно, гордость. На мою долю выпала такая возможность, встать на защиту своей Родины. Что для тебя Азербайджан? Азербайджан – это мой дом. Я здесь родился, я здесь вырос. Даже, как сказать, не уезжал никуда, не был за границей. Я всю свою жизнь, 23 года я в Азербайджане. И я думаю, уезжать отсюда не собираешься. Нет. Денис, спасибо тебе большое. Я все-таки хочу воспользоваться и поздравить тебя. Я знаю, что твоей невестой стала дочь национального героя Азербайджана, герой Первой Карабахской войны Юрий Ковалев. Да, Регина Ковалева стала твоей невестой. Поздравляю вас, желаю вам счастья. Спасибо большое. У нас в гостях был участник Второй Карабахской войны Денис Кузлаев. Он поделился с нами впечатлениями после встречи с президентом Ильхамом Алиевым по случаю 25-летия дня азербайджанской молодежи.